Сука, не пугай меня, блядь. Салют, представься, пожалуйста. Паровоз, Максим. Что у меня был боёк? Болею за локомотив. А, блядь, слишком просто. Тут невыгодно, да, в этом городе? Ну да. Какой сегодня твой противник? Дирепс, Артём. Так, ну, как ты там, на добрых чак пришёл или ты сегодня? Пришёл на добрых. Сейчас буду становиться злее потихонечку в процессе, наверное. Нервничаешь? Нет. Нормально тебе. Нормально всё будет. Да, а ты как прошёл отбор, почему? Я сам не заметил, я просто выступал на бенефисе какого-то батл-рэпера, выходил в перерывах, читал по полторы минутки, как-то так прошёл вскользь. Комментарии читал под батл? Ну, некоторые, да, ну, блядь, когда на слове участвовал, там легче, там их меньше. В эти все не вывез. Не вывез? Да. Отвечал всё? Не-не-не, завязал. Как тебя запомнят зрители от сезона? Ну, блядь, как про стрелять, только лучше сам Данк. Окей, желаем удачи. Спасибо. Салют, переставься, пожалуйста. Тирепс. Кто сегодня твой противник? Максим Капаровозик. Тебе понравился его отбор предыдущий? Да, такой неплохой. Ты знал, что он пройдёт, или подумал, что нет? У меня был сюрприз. Сюрприз. А почему? Ну, просто его изнасиловали, я не думал, что так пускают, как-то. Что так можно? Сегодня больше не могу говорить о своих раундах. Увы, ебали, блядь. Нормально тебе. Ты как прошёл вообще? Расскажи тебе, что помогло. Ваш фонд помог. А-а-а, тот самый Батон. Ну да, да, это была рука Бога. Сего выложишь? Нет. Я его тоже видел. Видел эту помощь. Вот. Ну, чем тебя заполнят? 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 Заполнят. Как тебя запомнят зрителя? Не знаю, фигню на интервьюшку поговорить. Серьёзным лицом. Да. Не нервничаешься? Да. Свет такой и всё. Смотри, блядь, знаете, сколько тут людей стоит? Пиздец, блядь. Смотри, какой я на психолог сделал. Просто не нервничаю. Нормально. Ладно, желаем удачи. Ёл, готовимся к батлам. Пока-пока. Салют, с вами Ресторатор. Это Versus Battle Fresh Blood. Пошумим, блядь! Пиздатый шум, пиздатый батл должен быть. Представлю судьи по традиции. Мужик с чаем, габоны, чайки, миховая бобриная шапка. Нет, барсук, барсук. Дмитрий прикрыл этикетку чая, ему не заплатили. А Юрий не прикрыл этикетку пива. Юрий Хованский, человек, скандал, человек, алкоголь, человек, не человек. Пацан, человек, камера, cut and scratchers. Они снимают пиздатый клип и пиздатым рэперам. Они делают фотографии людям, у которых есть деньги. И они смотрят Сиверсус Баттлы, и они снимали половину, блядь, из них. Респектосики. Самец какао. Эмси слева, представься. Тирепс. Эмси справа. Максим Паровоз. По итогам жеребьевки, а мы действительно кидали монету, начинает Эмси слева первый раунд. Пошумим, блядь. Максим, нам надо серьезно поговорить. На. Присядь. Блядь, кашлов. Блядь. После отбора тебя все хуесосят. Надо что-то делать, Максон, так нельзя. Как улучшить твою репутацию? Вот насущный вопрос. А что не садишься? Насиделся уже? Хладко постой, паровоз. Хотя ты и так знаешь, что нужно стоять. Подготовленным ехал в Питер. Живешь по принципу стой и терпи. Ведь так советовал победитель. Ты изворотливый парень. В этом плане ты всегда был очень ловким. И вместо того, чтобы постоять за себя, ты постоишь в сторонке. Можешь мой текст предугадывать. Готовь витри баттлы, но не скрыть тебе правды, не заглушить мои раунды. Я слишком хорошо осведомлен, какой ты лошара. Ведь ты же не паровоз, ты конвейер зашкваров. Я не буду втирать про семью. Строки с отборой так сделали твой быт просто жутким. Но твой сын сплотился за голову, узнав, что он сын проститутки. А ты в мобиле жены стал читать смс, усомневшись с ней после тират от Забе. Что-то про плату за час? Про клиентов? Наверное, работает в антикафе. Забе много говорил, но ты все отритал. Можешь сказать, что он врун, ведь нам не дал пруф. Но станешь ли ты отрицать то, что сам писал на форуме хип-хоп.ру? Мерзко в грязном белье копаться, но кроме него у тебя нихера. Там что, ни пост, то пятно на репутации. Ты пожалеешь, что сразу все не постирал. Вот все знают, как стыдно читать сообщение, которое писал пару лет назад. Да, да, да. Аккаунт Макса в этом плане, блядь, потрясающий. Это полный абзац. Я даже... Что за долбоёб, блядь? Я даже не знаю, с чего начать. Там столько всего, это просто рай. Чего стоит только твой первый никнейм на форуме. Залупай. Вау. Ты настоящий подарок для батлера. Плодишь за шквары, их столько нищей. Спасибо тебе, Максим, залупай, просто за то, что ты есть. Я видел лишь пару постов, но ржал, что есть силы, хоть все разбирай на цитаты. Здесь он пишет, как пиздит в супермаркетах пиво. Тут предлагает нотариально заверять регламент на баттлах. Вот срёшь жигана, потом сразу шока. Не друг всем, эмон, чё вы думали? А вот залил трек с названием «Привет, Оксимирон». В скобочках «Дис на джубеле». А вот пишет, мне нужен учитель вокала. Пусть хоть бьёт лещей. Чтоб петь научиться, я стерплю всё. И если за «Б» тогда в тексте не врал, то сейчас он, наверное, пиздато поёт. В теме, посвящённой клипу «Димастрито», что ты писал про какой-то там рот. Приступ храбрости от Максима. И добавил, что ждёшь, когда он со стволом придёт. Ведь ты хочешь экстрима. Может быть, повторишь это в камеру? Нет, ты, наверное, не помнишь такого коммента. Тогда бесстрашный залупай не получил ответ, но у меня веселиться нет. На отборе, на отборе наш боец сказал про Забе. Теперь эта сука не лучше Галата. На что Галата зал и крикнул, что его мамку имел с его реакцией. Всё понятно. Тогда залупай замолчал. Я сразу подумал, что он вернёт сейчас ответку красиво. Максон опустил глаза в пол, потёр потные ручки и ответил. Спасибо. Не помню, что же, но пересмотришь. Пиздел на Димасту. Но испугался Вову. Где логика, мне непонятно. Все же знают, бумага бьёт камень. Камень, ножницы, Димаста, Галата. И в этом вся твоя суть, ты типичный слон, что сцится от писка мыши. Ты можешь залупаться только тогда, когда это никто не слышит. Тебя нагибали в онлайнах на слово. Слово СПБ, на первом же баттле Фрешблада. И вместо того, чтобы признать свой проёб, ты орал каждый раз какой-то пиздатый, что судьи у ёбки, оппонент пиздобол, голос зала куплен. Ты жалкий за тупок. Надеюсь, придумал уже, кто виновен в том, что ты не выйдешь из группы. Ты сам снабдил меня всем этим, я сыплю правду. Да и ты как припадки эпилептики, язык твой враг твой готов пиздеть лишь на аллее славы бы звездою лечь, но как по мне весь этот геморрой не стоит свеч. Дабл тайме шутишь, панчишь, да я чую влип. У тебя золотые руки, будто ранзы джуэллс 3. Все задатки, чтобы меня загасить, закопать, но вот одна проблема, ты Максим, залупай. Басловый Петросян с ебальником порося. Подлый мерзкий гондон с телосложением мешка с говном. Блин, сука. Залупай, нет-нет, это Маветон. И то, чтобы глянуть на верхушку ру-рэпа. Тебя, сука, пустил рестор. Не отменяй того, что ты, как и раньше, остаешься пустым местом. Тебя пустили сюда, чтобы пустить по кругу, а не из-за твоих тупых текстов. Мало было унижения онлайн на слово. Добро пожаловать на Версус. Раунд. Масси справа первый раунд, поехали шумового господина. Отвечу сначала. Мой аккаунт взломали. Мухой долбоёбный. Мой аккаунт тогда взломали. Коля Перо и другие петухи. Это, блядь, продлилось неделю, дружишь. Я всего неделю на форуме был залупаем, и ты будешь оставаться залупаем всю жизнь, блядь. Мы были едины, как строки куплета. И нас было тоже. Ровно 16. Сейчас мы похожи с партом на лонг. Восьмёрка лучших с отборочных батлов. Все уже знали соперников, думали раунды, готовились к страфезе главной. Только один Димка-хулиган доталово писал в конфу. Ну когда результаты? Пацаны поумнее покидали беседу. Батловый мир не для этих девок. Отборы на батлах похожи на церковь. Твой грех тут отпустят, как нехуй делать. Отборы на батлах похожи на церковь. Тезис такой, как не крути, грубоват. Блядь, что же был, блядь. Мой прошлый соперник ему предлагал тут набить купола. Тебе тоже знакома такая хуйня? Когда ёбнут и даун напротив тебя. Понял, что-то не так от небольшого ума. Ведь там идея одна. На входе въебать. Ты выйдешь со мной после батла? Да выйду я выйду, блядь, гордо кричал Артём. В итоге тебя щемило тот раковый больной, а ты стоял и мялся, пожимая плечами, всё. А потом он поебал у тебя. Щёлк, щёлк. Стоп, стоп. Возможно, всё было не так. Ты говорил, он привёл на батл кентов. Наверное, тебя там избила толпа. Блядь, что это было сейчас? Возможно, попытка красиво солгать, но я просто стиву этот ваш алгоритм. Сплетни услышал, выдам за факт. Они пошумят. Я пиздобол. Зато победил. И дальше прошёл. Всё хорошо, моя карма в дерьме. Я думаю, чё бы ещё напиздеть. Твой брат сосал у бати. Тогда всю семью поразил его нюх. Он только начал и сразу почуял, что? Вкус твоих пидорских губ. Сейчас ты подумал. Куда он это берёт? Это же ложные факты. Но твоему другу с Ростова на батле со мной пиздеть ничего не мешало. И все это хавали. Верили в то, что я правда такой, как выдумал он. Потом был на версус отбора, второй пиздобол на подобной залупе выехать смог, но тебе повезло. И не такой, как они. У меня есть желание батлиться. Нет ничего проще и ниже, чем в тексте реальной все искажать ситуацию. А вот он сегодня этим намерен заняться. Мы скоро крутые и услышим новости. И ты обязательно заденешь меня своим языком, но всё это ниже пояса. А я вот серьёзно готовился, чтобы о тебе узнать там, чё и как зашёл в ЭК, ты уже в друзьях, ну где инфа? Ебать, ты чё, бабан? Полторы потки, чуть больше треков. Нормальных нету, в остатке там. А все твои батлы я уже видел и даже не стал пересматривать. У тебя с моими батлами такая же хуйня. Сейчас ты можешь даже об обратном не пиздеть себя, оправдывать перед всех. Типа ни разу не смотрел я твои раунды, ведь и без этого забатлю тебя здесь. Нет, нихуя. Ты смотрел и думал, до каких бы слов докопаться особо. Ну хули сказать. Идеальный батлер. Ничего лишнего. Только одна хромосома. Это плоская детска? Да это просто пиздец, блядь. Небольшая миниатюра. Подготовка Терепса. Так, новый соперник. Сейчас мы его заценим. Я на все сто уверен, нет ни капли крутого. Ааа, блядь. По этому запросу ничего не найдено. Блядь, срочно дайте другого. Вот, спасибо. У этого хоть парочка батлов. Так, он обозвал соперника пидором. Чё бы сделать, чё бы сделать. Вот, точно придумал. Ты обзывал его пидором. Это как если бы я называл человека человеком. Ну и примерно вот так далее. На протяжении всех раундов. Он любит чужой растягивать базар. Это примерно оригинальнее, чем снять клип, где ты сидишь на стуле с повязкой на глазах. Можешь выдумать любую хуйню про меня. Всё это чётко, стильно растянуть, блядь. Я даже не буду тебя поправлять. Ведь ты не чёлка сына проститутки. Ты его брат, сука. По крайней мере, по разуму точно. Если честно, то даже дешёвым шалавом я не пожелал бы таких, как вы, классных сыночков. Пошумите, попью воды. Но он-то хотя бы не делал уёбищных треков. Или их тщательно скрыл. А твою поеботу я всё же нашёл. И узнал, насколько ты печальный, Эмси. У тебя есть трек. 18 лет. Типа подвёл черту. Оригинальный пиздец. Он настолько уводит, что даже смешной, блядь. Что на батлы полез и пропал. Но ахуле умирать не взрослеть. Эпохальная смерть. Джонни Боя, как Эмси. Тебя вдохновила на тот же подвиг. Он закрыл свою пасть. Открыл кофейню. Ну а твой последний трек это «Больше кофе». Нихуя ты как ловко придумал. Были к этому мы не готовы. Денчик бросил игру. Ты её подобрал. А твоя песня ему послужила как промо. Там в Риге кофейня. Цветёт и пахнет. Все хотят больше кофе. Как Тирепс говорил. Но если ты скажешь, что Версус мой личный проект, следом за ним съебёшься навек из игры. Так принято. В этом трактире, блядь. Всех инфантильных мудил тут выносят, как миленьких. Выливай критику. Пугай мимикой. Я обосрусь. Вот прямо сюда. Это как минимум. Пошли. Так. Ну в принципе раунд. Всё. Блядь, кусок говна. Что, блядь? Что, блядь? Моя школа. Блядь, кусок говна. Ты сказал, что тебя взломали. Но всё равно ты ебаный мудак. Ведь один раз залупай, залупай навсегда. Да. Может кто помнит? Полгода назад был случай, парень довел девушку на батле до слёз. Но мало кто знает, что жертва этого парня, Лёхи Майка, стал наш паровоз. Это реальная история. Её мне победил сам Майк. За такое надо было убить его. Знаю, Макс, для тебя это серьёзная травма, но пора рассказать это зрителям. Итак. После батла однажды Майк ночевал дома у паровоза. Он ушёл, пока залупай ещё спал, то встал, как обычно, поздно. Гость оказался гадом. Ушёл, не прибравшись даже. Макс стал наводить порядок и... Вдруг заметил пропажу. Нигде не найти, ну где же ты? Жена потом будет в бешенстве. Макс, он в тупике, его кинул Кен, чтобы не психануть, еле держится. Всё, обыскав, он заходит в ВК и пишет в личку Крисе про это. Пальцы бьют по клавишам сами. Он в состоянии аффекта. Не верит, что это правда. От предательства в панике. Он считал его братом. Кредит доверия был немаленьким. За воровство спокойно. Его можно лишить ебальников. Внимание, вопрос. Что спиздил Майк? Сухари! Пачку сухариков. Не представляете, как сильно Макс скучал по сухарям. Он писал полгода письма в передачу «Жри меня». С тех пор, услышав хруст истерить, начинает всегда. Недавно он наступил в сугроб. И после этого сутки рыдал. Никогда раньше до этого казуса Золзенин не был так на мир. Не верьте, если он начинает фразу со слов «Меня хлебом не». «Не корми». Ты называл Забезеком. Я понял мотивы твои. Ты хотел, чтобы он отправился сушить сухари. А теперь серьезно. А теперь серьезно. Для твоей репутации здесь быть невыгодно. Призовой фонд лишь-то у тебя держит. 200 кусков – это ж 12 с половиной тысяч пачек кирьешек. Бля, блядь, ступай. 700 кило сушеного хлеба. Им все можно заполнить здесь. Это 34 года, если хавать по пачке в день. Я тебя знаю. Ты из-за пропажи мог накатать за ябу легко вообще. Но испугался, походу, что... Идут три мента и покажут тебе три корочки. Скажешь, развел хуйню на полраунда. Ну, как бы да. Но ведь это абсурд, чтобы показать твою суть. Слушай, мудак, сюда. Ты наехал на друга, который после попойки с голодухи съел твои сухари. Тому, кто на всю страну... Тому, кто на всю страну... Твою семью унижал, ты ни слова не стал говорить. Тому, кто гнал на жену и детей твоих на ошибки твои отцовские, ты не защищал семью Зениных, ведь тебе важнее Воронцовские. Блядь, сука. Блядь. Ты только делаешь столько хуйни, что трудно поверить, правда. Иногда кажется, что ты чей-то проект, и за тобой большая команда СММщики, копирайтеры, креаторы, зашквармейкеры. Зачем они его позвали сюда? Чтоб он его просто разъебал? Я прям вижу планерку в этой компании. Директор собрал всех этих магазин. Максим обосрался на прошлом баттле. Отличная работа, Максим! Пойти на Версус было гениальной идеей, наш прогресс феноменален. Тебя считает хуйсоцией в пять раз больше людей, чем в прошлом баттле. Ай, пиздец. Поменяйте мнение, когда в Москве откроют залупай, бургер. Это изменит всю ингредицию, наслхейтерам, петухам, представьте, две мягкие, свежие булочки, а между ними огромный сухарь. Здесь все эти шутки в реальной жизни отголосы гулки. Тут ты тоже продать хочешь подороже своей булки. Но ты тупой, сука, как пробка. Твоя тупость не вытащит штопор. Нормальные люди торгуют ебалом, но у тебя все через жопу. Ты слюня, с кем был, не примет тебя больше слова. Ты читал грайм, но твой грайм тайм это пол шестого. Ты обсирался, обижался, оправдывался сто раз. И вот заехал в тупик, ведь вел ты себя как мразь. В итоге вердикт один, бесперспективный ты хуесос. Кому-то бэнкролл и дримтим, тебе хрустим и бэйкролл. Ты уверенно подаешь, ведь ты уверенный, долбоеб. Но не пытайся взять победу, поверь, это не твое. Раунд похрустим, бэйкролл и дримблэйк. Блэйк. Эмси справа второй раунд, поехали. Давай, поехали. Думал я, начиная текст на первый раунд, было тоскливо, как-то тухло, может задеть его мать, но у меня и так скоро батл сыном проститутки. Да и вообще уже набило оскомину тема о родных и близких на батлах. Этот риск неоправдан, тем более в 2017, но эта страничка ВКонтакте, блядь, зачем я туда зашел? Я думал, в мире таких не отыщешь во всем. Мне говорили, последнее сдохло в каком-то подъезде еще в 2008-м, но хорошо, что я все же проверил, иначе бы где-нибудь мельком у себя в тексте написал и сказал, здесь вам шлифа. О, они выгнали этого, буховый долбоебный. Так, мерзко. Хой, а если б на самом деле, блядь, я не хочу даже думать об этом. Я пришел бы домой, но а там жена, ты где был? Ну, доставал звезду тебе с неба. А, блядь, вернулся, хуйло. Правда, даже достал планету, и сейчас во мне она сидит. Короче, что я несу? С неба звезд не хватал, но Венеру он зацепил. Мне такого не надо, еблан. Это правда беда, так что сам продолжай свою самку ебать. Если я подкачу к твоей телке, то перед душевной она получит травму бедра, будет на костылях, разозлиться на мир, в итоге еще и решит забатлить, ворвется в офлайн, и под неповторяемым статусом первая мисс инвалид. Она ж у тебя не такая, как все. И пока ты в московской проходишь турнирки. Она бежит голову, сломя на концерт ради фотки в обнимку с вашим общим кумиром. Смотри вон, какое ебало довольное. А ты, наверное, я сделал тем вечером выголок? Приходи на концерт. Пошла на его концерт отрываться, конечно, а теперь слушай мелкого пидора. Это вот, это вот что за фотка, скажи. Мне кажется, что она пахнет интимом. Почему у него закрыты глаза? Где ее руки? Их правда не видно. Это был на Долюбол. Окей. Блядь. Да ладно, мне похуй на вашей разборке. Но по поводу телки надо продолжить. Мне интересно, во сколько над этим шедевром она поеблась в фотошопе. Ну да. Но все вроде бы ровно. И чтобы ее бросить, нет повода толком в оба подростки, которые сутками дрочат на Оксе. Но, блядь, твоя телка тут фоталась с Лехой. Я все понимаю. Я все понимаю. С годами меняются вкусы. Но не столь кардинально. Ведь это как если поклонник Реала становится фаном Оксфорд Юнайтед. Блядь. Но твоя телка в ударе. Ей хочется дальше. Рэперков поменяет словно перчатки. Долой англичан. Стопку бушлаты. Пора бы заняться игрой на гитаре. Не стоит стесняться. Все ж помнят ту бабу. Не стоит стесняться. Не стоит стесняться. Все ж помнят ту бабу, с которой порно снимал негритос Стэфф. Твоя ебанутая краля на эту аксиристу захуярила косплей. Ебать. Это был похожий, да? Окей, окей, окей. До него. Не отмазывайся. Вот это успех. Вот это успех. Но еще не самый верх. Я рюкзак амбициями конкретно завален. Обычную вроде освоила. Пора заняться игрой на электрогитаре. Эти ниггеры знают, как струны. Эти ниггеры знают, как струны и девок натягивать. Ни этих, ни тех им не жалко. Но Стэффан не справился с электроникой и ей пришлось обратиться к Энтони Жаку, блять, чтобы научиться на этой хуйне играть. И все это правда. Такая же правда, как у Забе в прошлом батле. Эта правда вертится на хуях и потом попадает ему в рот обратно. Такие знаешь, ну ты точно знаешь. Факты со вкусом залуп. Под шедевральным соусом из пиздежа. Большинство ведется на эту хуйню. Таких имбецилов мне искренне жаль. Мне искренне жаль идиотов, что пишут. А ты почему не въебал за базар? Въебать за строчки из батла. Прикинь, тем самым обратного не доказав, а напротив принять на свой счет. Дав понять, что за деле и гнев уже рвется наружу. Но нет, этот еблан унизил только себя. А моя жизнь просто становится лучше. Не он первый, не он последний. Мне похуй, как вы со мной батлите, черти. Придумайте себе новый уровень жести. Я все равно не поставлю вам ограничений. Можете пиздиться после батлов. Типа оппонент обзывался и его подошел щемить. Это сука логичнее, чем перестрелка после поножовщины. Нам такого не надо. Правда, Артем? Мы просто побаттлим и дальше пройдем, невзирая на то, что вы с Хеллом уже порешали, что в полуфинале вдвоем. Но каркасы наших историй схожи. Ты вот всех выносил, чтобы в итоге в финале проебать свое место. А я на форексе своими мозгами вырубал по полляма за месяц, чтобы какой-то... Да, было, было. Вырубал по полляма за месяц, чтобы какой-то бомж меня тут называл ижди вентом. Получай, это сука мы зря старались. Нам все равно не поверил никто. Печальнее только твои панчлайны про несовместимое. Дев, петухов. Ты подъебал оппонента за год и месяц рождения. Эй, блядь, Артемка, аккуратней. Как говорит ваш лупоглазый прыгун, сейчас тебе это все вернется бумерангом, блядь. У тебя днюка 2 марта. Самое время бабки спускать на водку. Чтобы 8-го сидела твоя сука без подарка, сосала хуи и кусала локти. Ты, блядь, везучий пиздюк. Даже даты об этом нам всем говорят. Если у вас родится малой, это будет примерно 5-го января. Типа, сынок, прости, подарка нет. Я все пропил, выгоняй гостей. Лучше давай-ка запалим, как наша мамаша вдруг начала взрослеть. Смотри, это был 2-0-1-6. Время низкого флекса и интеллекта. Гордись теперь, твоя мамка в тренде давно. Карты, бутылки, кеды. Только не обижайся. Ты же сам пришел, чтобы Максим тебя публично наказал. Но это слишком, ебанат, как твоя мелкая сука с бухлишком на картах. Можешь сказать... Можешь сказать... Можешь сказать, типа, не видно лица, поэтому это все не предъява. Конечно, не видно, но тебе стоит привыкнуть к тому, что она тогда его потеряла. Грустно. Грустно, когда становится гопником баба. Ты ждешь... Реально грустно, фуйня. Грустно, когда становится гопником баба. Ты ждешь аромата шикарных духов, но от нее воняет пивом, как от кофты хавана. И что ты мне скажешь? И что ты мне скажешь? И что ты мне скажешь? Ты кто ты тальяшка? Придумаешь факты без столики правды. Логичнее только бомжам затирать, что счастье не в деньгах, а в тепленьких лавках. Сука, и ты не был бы круче меня, даже если у твоей тёлки еще балалайка была. Если бы мы были саными комментаторами Рипа, я всегда бы тебя по лайкам ебал, прям как здесь и сейчас. Прям как здесь и сейчас. Даже не посвящая раунды тебе целиком, ты уже, блядь, сосешь. Хотя минут 20 назад был уверен, что конец далеко. Раунд. Как оно все развивается, это интересно. МС слева, третий раунд, поехали. Ты рассказывал, как ворвешься к жене с таким злобным диплом и будем шарать, как зверь. Но когда ты ворвешься к жене, ты услышишь, блядь, Максим, закрой дверь. Окей. Я, как и все, кто тебя знал, считал тебя мерзким гандоном. Пока не услышал одну интересную фразу в твоем тексте с отбора, в тот момент я отчетливо понял, с кем выпала честь стоять рядом мне. Он сказал, в моем лице тебя прикончил батл рэп. Так вот ты какой, батл рэп. Я тебя представлял по-другому. Не ожидал тебя встретить. Слушай, а ты правда знаком с Мироном? Батл рэп, привези нам нормальных батлеров, спаси нас, пока не поздно. И увези самоуверенных чмошников, стране не нужны паровозы. Нет, ты правда думал, что можешь говорить от имени целой культуры? Батл рэп в моем лице говорит, что ты придурок. И что ты тут нахуй не нужен. Максимум в качестве мебели. Признаки интеллекта в твоем лице замечены не были. Как найти у него мозг бессилен даже рентген там? Ты возьмешь у себя в рот, если сказать, что хер гренка. Такие дебилы встречаются редко со мной в группе сын проститутки, сын азиатки и сын табуретки. Я пишу твою жизнь в одной фразе, чтобы люди и все сломались. Ты заурядный рэперок, но выдающийся зашкварец. Воображения у тебя нет, зато говна в тебе в рот просто навалом. Весь твой батл рэп это орать хуету созлобленным мерзким ебалом. Но твоя тараторка это тара только. А внутри пустота. Твой воинственный крик давно устарел, будто бы фусрода. Сколько тут ни пыхти, ни тушься, не выстрелишь ты никак. Флоу это оружие. Но не в твоих руках. Не быть никогда таким, как ты кнайн, с твоей тараторкой и нелепой тебе. У вас общая черта лишь одна, у тебя тоже порой в чем-то белом еблет. Не сойдешь на машин, ганкели нисколько. Как быстро твой рэп не кричи, но на него-то похоже только тем, что тут футболки походу тоже хранишь кирпичи. Ооо! Ладно, это было сложновато. Объясняю попроще. Ты просто Сэнд Данк 2.0. С таким зашкваричем стоять даже близко бойзно. Райт раунд с криком эту суку петарды не взять! Убежал за шахидским поясом. Ведь каждый твой ебаный текст это сам креатив воплоти. Игры слов про паровоз, футбольные панчи про локомотив. Да, ты набила локом, ведь ты болеешь за них. Но ты позоришь локом тем, что болеешь за них. Фанаты других клубов встретив, жмут тебе руки со словами молодец, продолжай в том же духе. Да, сука. Ты не футбольный задиры, как Винни Джонс. Ты застреваешь в воротах, как Винни Пух. Выйоби, ты засранец. Ты здесь не по праву. Если дерну тебя за палец, ты прочитаешь свой раунд. Найти у тебя пару годных строк невозможно физически. Нахуяй фильтровать говно, когда можно взять количеством. Быть тобой позорно. Сколько не отрицай. Это непонятно, тут только тебе лишь. Батлрэп действует от твоего лица. Теперь ясно, почему ты всегда краснеешь. Это батлрэп сгорает внутри тебя от стыда. Он вообще как попал, блядь, туда. Такой, такой очнулся с утра и ничего не понимает. Пацаны, с кем я бухал вчера? Чё я делаю в этом еблане? Ты же, блядь, не колхозник. Ты неандерталец, недоразвитый, ущербный. Как типичный рэпер не пишешь без камня, ведь им текст высекаешь на стенах пещеры пиздуй обратно в полиолит. Прекращай батлрэп позорить. Читай там свои тексты, которые были баяном ещё в мезозое. Ты мишень. Ты мальчик для битья, ты шут, ходячий мем, на тобой даже друзья все ржут. Ты гораст пидарас, лишь пиздеть за спиной. Но у тебя есть проблема. Люди знают, что ты пиздишь про них. Привет тебе от пьема. Хотел восстановить репутацию после отбора? Уважать тебя до схера. Сделай что-то, чтоб тебя можно было хотя бы не презирать. Отставим панчлайны и шутки. Вот тебе задуматься повод. Я бы не стал говорить в кругу эти слова кому-то другому. Хотел реанимировать свою карьеру. Тебе ребята сказали, что ты реанимируешь карьеру. Тебе ребята тебе врут. Это напрасная мера, как бить дефибриллятором труп. Можешь сказать, что проход на Версус успех. Скажи, свой эго потешь ещё. Но лучше остаться никем, чем быть таким вот посмешищем. Раунд! Еее! Ты знаешь про меня больше меня самого. Из-за этого, если честно, мне боязно. Ты уверен, что видишь меня насквозь. Ты чё, блядь, девушка в поезде? Залившись бухлом, ты садишься в вагон в поисках жизни чужих за окном. Всё потому, что своё обустроить не смог. Что ты? Тебе маршиво, Артём. Ты ж по-любому из тех типов, которые, когда у них сел айфон, во время поездки в метро находят пассажиры с книгой интересненькой, пытаются в суть не сначала вникать, не желая себя в этом остановить. Перевернулась в странице, не успел дочитать, но взамен придумывал разной хуйни. Вот так же и здесь, не имея возможности знать подноготную рубишь с плеча. Это же просто игра, могу пороть что угодное, вряд ли меня поведут отвечать. Всё, конечно же, так. Научи меня жить, приводя примеры того, чего я не делал. У меня много впереди вот таких, как ты, мудачков, очарованных рэпом. И все эти баттлы похожи на сказку, где один из героев нас может покинуть. Молча пройти, а потом подъебать весь проект, перекрыв себе дорогу в турнирку. И это уже, блядь, не сказка, а быль. Но проблема в конфе порешалась главой. Ведь мы не такие уж гномы, да и та белоснежка это маленький хач с бородой. Ушёл, да и похуй. Я не осуждаю. Он просто Вариков не видел, чтобы дальше запиздеться. Ему там светило три холостяка, а он не знает, как же баткать неженатых и обиздетных. Организаторы в шоке. Нужна замена, чтобы потери не замечать. Они были не рады, как Синк и Тек Найн, которые мне дали любимый их чай. Короче, у нас сорвался план А. Нам был срочно нужен план Б. В итоге решили выбрать план Т. Эй, что в твоей голове? Да ладно, всё же нормально. Тем более, а выбор был маленький, как ни крути. И всегда тяжело выяснять, кто из круга людей самый лучший батл МС. Так кто же лучше батл МС? Этим вопросом ты задавался ни раз и ни два. Спрашивал у Тополя, у Ясеня, у Осени, у Месяца, у Облака. Это прекрасно, еблан, но в ответ тишина. И ты решил утопиться в лесу, но не стал, когда у озера тихо спросил... Сколько, блядь, воды, нахуй? Она сказала, что ты это был пиздёж чистой воды. А вот если б тебя самого об этом спросили, так тупо, внезапно, ты бы, конечно, скромно ответил «Ну, я хуй его знает». Но проблема в том, что когда ты говоришь фразу, я хуй его знает. Все понимают только первую половину, но не понимают, кто кого знает. Поэтому, сука, поэтому, сука, обми себя вручу, поднимай, опускай, быстрее заканчивай, с этой нелепой, блядь, какой кусок говна, нахуй. Как ты, потерянных мальчиков. Но ты лезешь и батлишь, средь победы случаются. Часше проёбуху ты об этом кричишь. Нахуй завязывать, если на то, чтобы батлить, есть море конкретных причин. Да. Кто-то не читал бы рэп, если б не было перископа. Ты вообще бы ни разу не батлил нибудь одноклеточных долбоёбов. Райт Раун, Млечный, Пичкила. Тебя что ли, блядь? Тебе словно магнитом тянет всех тупых. Чего стоит твой путь, да, чего стоит твой путь до финала с похом. Нанград-то, почерк, МСДМ, Труфрик, ебать. Да ты прям коллекционер. А начинал-то, походу, с пробок пивных. А соперники так чисто в пору пришлись. Они тоже тупые, и нет проку от них. Ты серьезно, дебил. Хотя тебя сейчас грезет изнутри отмазка, что это просто турнир, мол, кого дали того и батли. Но не находишь ли ты странным, что почти все оппоненты без мозга твои? Пошумите, папью, да это же... Справа хорош пиздеть, йоу. Все оппоненты без мозга твои. Подожди, пожалуйста. Кто пиздит опять там, йоу? Вы идите на улицу, блядь. Йоу. Да это же прям очевидно, Артемка. Это прям как на ладони. Если выйдешь в основу, вызовешь Брола, Клубничку, Должанского, Ладо Кадони, парочку блогеров, стендап-комиков. Это сейчас модненько, да, вроде бы. Но пока в топе ты не разевай ротика. Или проглотишь тут дохуя копоти. Как на финале Москвы. И ты боялся, терялся, мялся, гадал. Почему оппонент ни хуйня? Ну тебя опозорили там, успокоили там все и сразу. Мол, потерпи, скоро версус флэшблат. И ладно, и правда... Блядь, да завали ты свои ебало уже. Сука, какой же ты унылый. Его вернули в жизнь перед батлом с тобой, чтоб ты показался пиздатым на фоне. Ебать, тебе дико... Да, тебе дико везет на соперников. Остальным же приходится на батлах потеть. Но я разгадал твою тайну. Тебя выносили, когда ник начинался на П. Ну или на М. Похоронил. Млечный. Перед остальными тебе тихо спалось. Сейчас же перед тобой джекпот. Два в одном. Максим Паровоз. Я везде, как реклама на видосах Ютуба. На меня смотрят и потом пропускают. Ты везде, как реклама на видосах Версуса. Тебя все просто перемотают. Как тебе моя рифма, ублюдок? Кстати, мне похуй, как тебе моя рифма, ублюдок. Поэтому над концовкой квадрата не думал. И там точно такая же рифма, ублюдок, блядь. Пафосный хуесос на понтах. Блядь, сука, какой же он моден. Ну а как тебе моя читка, еблан? У тебя такое нет? Ну, ну, не грусти. Сюда батлит пришел, засучив рукава. Но на тебя могу и спустить. А тебе все придется копить себе. Виновата твоя эпатажная сука. На чайфотки без грусти сложно смотреть. Темочка плачет от каждого лука. Я все грамотно обрисовал, не сотрешь ты этого здесь теперь. Можешь спустить на меня всех собак. Я тебе на лицо спущу всех детей. Они потекут по усам. Усыпи в твой страх, чтобы ты перестал волноваться. В итоге не смогут в рот не попасть. Да, да, ведь это не касается. Здесь не нужен тайминг, как на американском Версусе. Потому что это говно уже заебало, блядь. Ребер похожи на футболистов Милана. Им лишь бы трахнуть старую сеньору. А я просто полез в эти игры. Чтобы жить интереснее было, моя цель прекрасна. На Версусе выиграть никогда не сдамся, как арена Зенита. А тебе говорят, что расстанешь легендой. Но здесь для радости маленький повод. Скоро ты станешь легендой. Правда, но все потому, что тебе осталось недолго. Ты обычный крест, завившийся в угол. Закосив под закрытие браузера. Не имея своего, переделываешь чужое. Подличное хобби. Радуйся, блядь. От роддома до морга. Твой путь, словно чей-то поход в унитаз. Нагадил и смыл все. Твоя жизнь это самый настоящий бестселлер. Ведь она не имеет ни капельки смысла. И даже на баттлах ты палишься в масках. Они то хуже, то лучше лица твоего. Ты снова на корточках или на цыпочках. А я, как обычно, остался собой. И даже не важен тот факт, что когда я пошел в первый класс, ты пошел первый раз. Сейчас-то мы оба на третьем десятке. В этих ебаных баттлах ты вдвое дольше меня. И сколько бы ты чужих слов не коверкал. Для победы тебе будет мало здесь. Ты вырываешь слова оппонентов, потому что не умеешь ставить на контекст. А я продолжу баттлить, как русский пацан, даже если решат все закосить под запад. Но самым лучшим баттлером останешься ты. Самым лучшим баттлером Сергия его посада. И даже если я сейчас уйду побежденным, у тебя всего лишь появится больше понтов. Ведь Нойз, проиграв топору, остается Нойзом. А топор его выиграв все тот же топор, ты явился на Версус без годноты. Но с верой в себя. Бездарная выскочка. Ведь еще с детства привык, что если с Ватой куда-то прийти, то она обязательно выстрелит. Раунд. Пока. Блядь. Юрий Холанский. Ай. Я что хочу сказать. Если бы паровоз баттлил не Эмси слева, а его телочку, я бы однозначно отдал победу ему. Было горячо. Но отдаю очко Тирэпсу при одном... Очко, блядь. Фу-ка, лоу. При одном маленьком условии. Если ты еще раз подсадишь подсадных уток, которые будут топить... Это боги, боги, блядь. После каждой твоей, блядь, тупой шутки, нахуй, я тебе сделаю минус очко, нахуй. Алексей Крамов. Тиху-ем, что ли? Понял, там голос паровозу. Это что, ебнутый, что ли? Я понимаю, я часто езжу в поездах. Я люблю паровозы. Нет, мне больше понравилось у него, больше посуществовало. Ну, на мой, естественно. Что, блядь? Топи, сдам! Топи, бать. Хорошо. Я Холландского, я понимаю. Сложнее всего судить, когда два человека чувствуется, что могут сделать лучше, а делают так, как сейчас сделали. Про Холландского слег. Естественно. А что касается баттл? Да, да, давай про баттл. Окей. Ну, это про баттл, на самом деле, было. Вот. Очень хороший третий раунд. Офигительный второй раунд. Вот. Но сегодня, все-таки, я за локомотив. Блядь, что нахуй? Чего, блядь? Да какой степени его нужно разъебать, чтобы, блядь... Ааа, блядь... Это просто кусок говна, нахуй. Охуеть, блядь. Это что, купленный баттл? Это два купленных баттла, блядь? Это просто кус...